Меня справедливо раскритиковали за слишком округлую позицию по поводу фильма «Певчих». Как вы думаете, вообще есть ли смысл сейчас, на третьем году войны, делать расследование о коррупции? И о современной, ну и о той, которая тоже была давно, 30 лет назад. Я считаю, что о коррупции всегда надо говорить. Это, конечно, имеет смысл. Другое дело, насколько это актуально для людей, для читателей в ситуации, когда идет война. Насколько осмысленно, так сказать, сегодня поднимать вопросы 30-летней давности, тем самым понятным образом, в идеологическом смысле, размывая ответственность той команды, той группы людей, которая последние 25 лет делает то, что она делает. Ну, если мы говорим про независимые СМИ, это не мое дело, это дело читателей. Вот если читателям это интересно, значит, ради бога. Для политических организаций, конечно, на мой взгляд, это ошибка. Сегодня есть конкретная цель – прекратить войну, сменить режим Путина. Вот в эту цель и надо долбить. А все, что этой цели не помогает или мешает, то, что раскалывает людей по каким-то другим признакам, неважно по каким, вот это все надо временно, на мой взгляд, отложить в сторону. Я пытался без нужды не обижать авторов, но в результате оказался не понят теми, кто помоложе. Ну что ж, могу пройтись конкретнее, как на самом деле мне и привычнее. В первой серии я увидел четыре эпизода, которые Мария считает, похоже, самыми важными в период с 1991 по 1995 год, и она их расследует. Я не считаю, что это самые важные события тех лет, когда началась первая чеченская или случился расстрел Белого дома, но пойдем за автором. Дом на Осенней улице. Это правда, не слишком хорошо характеризующая тогдашнего Бориса Ельцина ситуация. Ну вот, разговор Ельцина с Коржаковым, это вообще неправда. Вообще, странно было бы исследовать, например, наследие Навального, основываясь на каких-нибудь мемуарах Серуканова, как это делается сейчас, исследуя наследие Ельцина на базе мемуаров Коржакова. Что является правдой? Это была игра Ресина и Лужкова, которые хотели проложиться перед Ельциным. Этого в бумагах, естественно, вы не найдете, потому что у них был сговор с Коржаковым. И в результате Ельцин кивнул, что было, наверное, сделано зря. Но совершенно точно цель у него была иная, чем пользоваться обычной цыковской квартирой. Полагаю, что он не хотел конфликтовать с влиятельными союзниками. Правда в том, что Ельцин в том доме не жил. Может быть, резоны Ельцина кому-то не важны. Тем не менее, это часть истории, которая могла бы дать возможность людям лучше понять то, что было на самом деле. Теперь ОРТ. Ельцин действительно назначил Березовского смотрящим за ОРТ. И это, правда, нехорошо. Правда ли то, что это было сделано за счет акции, как говорит автор? Неправда. У Березовского никогда не было контрольного пакета. Контрольный пакет всегда находился у государства. И статус смотрящего не зависел от пакета. Я вообще не понимаю и не понимал тогда, зачем Березовскому были эти бездоходные и неконтролирующие акции. Автор в этом тоже не разобрался. Путин смотрящего снял без всяких проблем после эпизода с Курском. Теперь ОРТ под Ковальчуком. Там и Абрамович сыграл свою роль. Я считаю, что это гораздо более интересная часть истории. Третий эпизод. Книга Ельцина. Ну вот тут я вообще не понял. Действительно, издателем стала непрозрачная белка. Смотрится странно. Но правда, о которой не говорит автор, в том, что Ельцин в результате по тогдашним ценам на мемуары президентов потерял где-то миллион долларов. Похоже, лохом был, как и большинство россиян в те годы. В чем здесь его обвинять, я до конца не понимаю. И последний эпизод. Это Сибнефть. Ну там вообще смотрится немножко смешно. Непрозрачная приватизация – это плохо. Но Абрамович смотрится таким симпатичным малым. Он увидел хорошую экономическую возможность, затем убедил всех в том, что эту экономическую возможность надо отдать ему. Потом выполнил все обязательства перед Березовским, Городиловым и прочими партнерами. И, наконец, вышел из сделки с большой прибылью. Мне вообще-то в какой-то момент показалось, что часть фильма, посвященная Абрамовичу, скорее обеляет его репутацию, чем обвиняет. Даже хочется спросить авторов. А вам вообще история с письмом в защиту Фридмана ее не хватила? Все, элиты раскалываете. Ну и, наконец, в целом. Мария заявила, что ее политика не спрашивать свидетелей, а разбираться по бумагам. Как видите, не разобралась. Сложно. Да и бумаги врут. Перекрестный допрос свидетелей всегда надежнее. Это вам любой судья скажет. Но некоторые читатели пошли даже дальше. Отчего вообще, говорят, обвиняемых спрашивать? И вот здесь меня переклинивает. То есть вы хотите судить, как путинские ублюдочные прокуроры меня судили с Платоном Лебедевым? Судили, не слушая вторую сторону? Вам не нравится Валя и Таня? И что? Боитесь обманут? А вы не сможете остаться убедительными? Учитесь. Пархоменко, Альбац, Лев Пономарев, Сатаров, наконец, живые свидетели. Почему их не спросили? Те люди, которые считают, что они могут судить, не выслушивая вторую сторону, не должны судить вообще. Я все сделаю, чтобы они такой возможности никогда не получили. Ну и, наконец, я хочу сказать ровесникам Марии. Тем, которые вслед за путинской шайкой рукоплещут низвержению кумиров 90-х. Извольте уважать таких людей, как Гайдар, как Ельцин, как Немцов, наконец. Да, они все, мы все ошибались. Да, все совершали разные не очень хорошие поступки. Им могут предъявлять претензии те, кто как они стояли под пулями. Чтобы, помимо прочего, вы могли сегодня заниматься бизнесом, ездить по миру, пользоваться сетью, наконец. Этого ничего бы не было, если бы ни Ельцин, ни Гайдар и прочие. Они вообще до хрена, что сделали в свои 30 и 40. Ну, только Ельцин был старше. А что вы сделали в свои 30 и 40? Что вы сделали, чтобы сломать хребет путинскому режиму? Шли под пули? Сидели в тюрьме 10 лет? Ну, или как Навальный, Яшин, Кармурза, Чанышева, Шевченко, наконец. Или вы относительно спокойно жили? Кто-то лучше, кто-то хуже. Кто-то на свои, кто-то на гранты, кто-то на папины деньги. Я к вам, к активистам, смело наполняющим комментарии и требованиям покаяться обращаюсь. Так перед вашими родителями каялись 20 с хвостиком лет назад. И Ельцин, и другие. И я, к слову, в том числе. Вы-то здесь при чем? Хотите другой жизни? Идите сражайтесь. Все, что отвоете, будет вашим. А если погибнете, надеюсь, ваши внуки вспомнят вас добром. Это все очень печально. То есть я считаю, что, конечно, если мы говорим про «не допустить впредь», мы должны говорить про институты, а не про личности. И вот с этой точки зрения у меня этот фильм вызывает серьезное идеологическое недоумение.